Наш телеканал всегда стоит на страже законных интересов тверичан и стремится помочь людям в непростой ситуации. На этот раз в редакцию обратились жильцы пролетарского района Твери. В их многоквартирном доме горячей воды нет почти месяц. Пути решения проблемы пыталась найти наша съемочная группа. Из горячего крана постоянно течет холодная вода. С 4 июля жильцы 14 дома на улице Чудово мучаются без горячей воды. Большая часть жильцов – люди пенсионного возраста, и на помощь к ним, похоже, никто не спешит. Люди мучаются, вы понимаете, сейчас жарко, надо помыться, так или нет. Ну хорошо, я подстраховался, поставил себе нагреватель, но опять я плачу за то, за это. Зачем это? К гидравлическим испытаниям отключения не имеют никакого отношения. По плану отключить горячую воду в этом доме должны только 12 августа. Елена Павловна рассказывает, что местные уже куда только не обращались и в свою управляющую компанию «Тверскую генерацию». Дает эту воду на какие-то прям вот минутки, я даже голову не могла помыть. И потом идет все, у нас падает холоднее, 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 и вся холодная вода течет. Греем на газу, а что, у нас только газ остается. И вот от кого ждать помощи, мы не знаем. Мы обратились в управляющую компанию пролетарского района, на балансе которой находится этот многоквартирный дом, чтобы прояснить ситуацию. И вот, что нам ответили. Горячая вода отсутствует по причине аварии на сетях «Тверской генерации». В доме сети все исправные, готовы подать воду, но, к сожалению, на вводе нет горячей воды. Или дают по обратному трубопроводу без циркуляции, это проблематично. Нужно долго сливать жителям, что, естественно, идет через счетчики. Генерация даст нам горячую воду по договорным параметрам, значит, вся проблема снимется. В УК подчеркнули, что жильцам будет проведен перерасчет потребления горячей воды, которая по факту была холодной, составленной в соответствующие акты. В свою очередь мы свяжемся с «Тверской генерацией», чтобы прояснить конкретные сроки ремонтных работ и полноценного восстановления горячего водоснабжения в доме на Чудово. Об этом расскажем в следующих выпусках новостей.